Слава Господу! Слава Богу! Мы начинаем наш урок и сегодня продолжаем изучение второго послания Петра второй главы. В прошлый раз мы прочитали с 4 по 11 стихи. Я не думаю, что нужно перечитывать снова. Если кому нужно, можете сами прочитать, повторить, о чем была речь, я напомню, что вся глава эта посвящена теме лжеучителей, предостережения против лжеучителей. Мы увидели, что Петр говорит, что будут у вас лжеучители. То есть за всю историю мы вспоминали, что в христианстве было множество случаев, когда появлялись те или иные лжеучителя, которые вводили какие-то ереси, какие-то учения. И мы говорили, что очень часто происхождение этих учений, это бесовское. Павел предупреждал, что в последние дни многие последуют именно учением бесовским. Не исключено, что и сегодня мы встречаем такие учения и таких лжеучителей. Поэтому нужно быть очень осторожным. Были истинные пророки, Петр говорит, были и лже-пророки. Точно так же и в наше время. Да, есть истинные учители, проповедники, служители, пастыри, есть лже-учители, лже-проповедники. И мы говорили, что в прошлое занятие у нас было, акцент был сделан на то, что Бог обещает, что этим лжеучителям готов суд уже давно. Уже приготовлен суд. Погибель их не дремлет. В третьем стихе. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. И в прошлый раз мы больше акцентировали внимание на четвертом стихе, там, где говорится, что если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал плюсти на суд для наказания. И мы вспоминали восстание там, на небе, да, восстание ангелов во главе с Люцифером, который восстал против Бога и увлек за собой еще часть ангелов. И в конце концов Бог, написано, что связал их с пузами адского мрака. То есть, другими словами, он лишил их той позиции, которую они занимали изначально. То есть, они не спали в нижние сферы, да, и мы находили, что сатана сегодня действует в воздухе, да. Помните? Князь, господствующий в воздухе. То есть, вот в атмосфере есть у него какая-то, да, какая-то сфера действия, в которой он имеет, как бы, доступ, имеет возможность влиять на людей. И его ангелы, его бесовские силы, разные демонические силы тоже в этой сфере действуют. Но все это действует через плоть, да. То есть, они не спали с духовной сферы на уровень плоти, по сути, да, на уровень. Как раз мы вспоминали и Бытие, шестую главу, там, где перед потопом, да, сыны Божьи входили к дочерям человеческим и рождали исполинов. То есть, опять это говорит о том, что они не спали с духовного уровня, не спали на уровень плоти и имели отношение с дочерьми человеческими. И даже рождали на свет исполинов, ну, каких-то трансгенных каких-то мутантов, да, то есть, которые были огромного роста, там, несоразмерные у них были, как бы, тело их, да, было. И сейчас даже есть раскопки, там находят останки подобных каких-то существ, которые, вроде бы, похожи на человека, но они огромных размеров. Вот. То есть, мы говорили немножко о грехопадении, изначальном грехопадении Люцифера, да, который стал потом сатаной или дьяволом. И, в конце концов, ему, уже суд, уже ему произнесен, приговор ему произнесен. Христос в Евангелии Атаана, мы читали, произносили, говорит такие слова, что «Ныне суд миру сему, ибо ныне князь мира сего изгнан будет вон». А в другой главе, в 16 главе Иоанна, он говорит, «Ибо князь мира сего осужден, да, князь, ныне князь мира сего осужден». То есть, уже произнесен суд на сатану, уже произнесен суд на его ангелов, как бы, еще, они тоже ждут приговора, да, но суд уже вынесен, уже приговор вынесен. Вопрос только времени, когда приговор вступит в действие, да. И, зная это, кстати, зная о том, что суд уже вынесен, да, приговор уже известен сатане, он, именно из-за этого, он хочет увлечь за собой и многих людей, да, то есть, его желание погубить как можно больше душ. Мы тоже находили место, да, в Матфея, 25 главе, где Христос говорит, что, помните, он говорит тем, которые по левую сторону, он говорит, «Идите, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом». То есть, говорит о том, что изначально, вот, Бог, что какой, окончательный суд сатане, окончательный приговор, это ад, да, огненное озеро. Он говорит, «Идите туда, в это место, да, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом». То есть, изначально ад был уготован дьяволу и ангелом, не людям. Но поскольку сатана увлекает за собой людей, да, настолько вводит в заблуждение, что люди ассоциируют себя настолько близко, да, с лукавым, с духом мира сего, с духом князя, господствующего в воздухе, что они тоже, соответственно, унаследуют ту же самую участь, которую и сам дьявол. И следующий пример, то есть, смотрите, Пётр, после того, как он утверждает, что суд для учителей, для лжеучителей неизбежен, да, погибель их не дремлет, суд им давно готов, и вот он приводит три аргумента в подтверждение этому, да. Первый аргумент – это ангелы, что Бог ангелов согрешивших не пощадил. И потом в пятом стихе он говорит, не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя. И третий аргумент – это, если города Гоморские, Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. То есть, вот, все эти три примера – суд над сатаной и над ангелами, потоп, всемирный потоп, Содом и Гомора – это всё пример будущим нечестивцам. То есть, некоторые, знаете, не верят до сих пор, да, что будет суд, они не понимают, что за свою жизнь надо будет отдать отчёт, они не понимают, что за те поступки, которые они совершали, они должны будут понести какое-то наказание. То есть, что предстоит суд, рано или поздно. Кстати, третья глава тоже там касается суда и пришествия Господня, тоже упоминается и потоп там, и упоминается последний суд. То есть, в истории человечества было много так называемых судов Божьих, да, суды Божьи. Вот, в частности, вот эти, да, Ной, потоп во времена Ноя, да, это был суд Божий, в определённой степени это был суд Божий. Содом и гору Мора, истребление этих городов, тоже это был суд Божий. И всё ведёт к тому, что будет окончательный суд Божий, о котором апостол Пётр будет писать в третьей главе. Мы сейчас не будем сильно наперёд забегать. Там будет уже даже пострашнее. Он говорит, тогдашний мир, в шестом и седьмом стихе третьей главы Пётр говорит о предстоящем суде. Он говорит, тогда, тогдашний мир был погиб, быв потоплен водою, то есть, опять он вспоминает потоп, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда, и погибели нечестивых человеков. То есть, точно так, как потоп состоялся, хотя люди тоже не верили, люди отвергали, но люди не воспринимали его всерьёз, хотя он сто лет строил этот ковчег, и люди не воспринимали его всерьёз. Но потом, когда уже начался потоп, разверглись бездны, пошла вода, с небес полилась вода, уже как бы, уже и поздно было что-то делать, спасаться, да, потому что уже семейство Ноя вошло в ковчег, и написано, сам Господь закрыл за ним дверь. Господь закрыл за ним. Если, как Христос в Откровении говорит, если я закрываю, никто не может открыть, если я открываю, никто не может закрыть. И здесь, точно так, то есть, тогдашний мир был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огнём на день суда, и погибели нечестивых человеков. То есть, вот Пётр описывает то, что предстоит в будущем. Не избежим мы этого, не избежим этого дня. То есть, придёт этот день, когда состоится вот этот суд, когда придёт огонь на землю, и всё это будет в день суда, и погибели нечестивых человеков. Дальше он чуть подробнее даже расписывает. «Придёт же день Господень, как тать ночью, небеса с шумом придут, стихи разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Это десятый стих. То есть, вот оно. «Небеса с шумом придут, стихи разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Во второй, в третьей главе десятый стих. Вот. Ну, это мы чуть-чуть наперёд забежали, опять же, уже окончательный суд. Но, здесь он ещё один аргумент приводит, после потопа, он приводит пример истребления Содома и Гаморы. И, ну, как бы, в подтверждение того, что суд над лжеучителями тоже неизбежен. И это очень серьёзно, да. Смотрите, были, были какие-то особые грехи, вот в истории человечества упоминаются некоторые моменты, когда люди как-то по-особому вопияли о грехах, да, или грехи вопияли. То есть, Бог каким-то образом вот слышал некоторые грехи особым образом, да, вот когда перед потопом, когда сыны Божьи совокуплялись, да, с дочерями человеческими, входили, да, к дочерям человеческим, то есть, Бог не мог терпеть, и поэтому он сказал, помните, что увидел, что на земле всякая плоть извратила путь свой, да, извратила своё вообще предназначение, то есть, и для этого Бог создавал, и вот он говорит в пятом стихе, в бытие, шестая глава, пятый стих, он говорит, увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления, сердце их были зло во всякое время, то есть, вообще, смотрит и вообще не видит, а сплошное зло, все мысли и помышления сердца их зло, то есть, настолько уже извращена была природа, никто не думал там о Боге, никто не думал о исполнении воли Божьей, об исполнении Божьего плана, да, единственное, кого, единственный, кого он нашёл праведным, это Ной, единственный человек, Ной обрёл благодать перед очами Господа, и написано, Ной был человек праведный, непорочный, вроде своего, мы говорили, мы непорочный, это неиспорченный как раз вот своей генетики, неиспорченный даже на уровне ДНК, не было вот этой смеси, да, как у Исполинов, и Бог поэтому обратил на него внимание, Ной обрёл благодать, написано, перед очами Господа, и Господь, в конце концов, спасает Ноя и его семейство, и вот теперь говорится в подтверждение слов о суде над лжеучителями, Пётр приводит пример городов Содомских и Гоморских, тоже вспомним их историю, вы помните, да, насколько было население этого города, насколько было тоже извращённым, и испорченным, и похотливым, и даже когда ангелы пришли, ангелы Божьи пришли, помните, к Лоту, и толпа собралась там в вылете этих людей, мы их познаем, да, то есть насколько должно быть представляете, насколько должно быть вообще извращённое мышление, извращённые желания, пришли незнакомые люди, ангелы пришли в образе людей, пришли незнакомые люди, но как гостеприимный хозяин принял их, угощает их, кто-то узнал об этом весь город, пришёл в движение ради этих новых людей, которые появились, у них в городе, и у них смотрите, мозги, надо их изнасиловать, представляете, это действительно психически ненормальные люди, ненормальные люди, поэтому написано, помните, когда Бог разговаривал с Авраамом, Он сказал в 18 главе Бытия, разговаривая с Авраамом, в 20 стихе Он говорит, Господь говорит, сказал Господь, «Вопль садомский и гоморский велик он, и грех их тяжёл он весьма, сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них исходящий ко мне или нет, узнаю». то есть, то есть, Господь говорит, «Вопль садомский и гоморский велик». То есть, чей вопль, это как бы непонятно, сейчас мы увидим, что там всё-таки один праведник нашёлся, да, Лот, племянник Авраама, и в 8 стихе, в 8 стихе этой главы, которую мы сейчас изучаем, говорится, что «Ибо сей праведник, Лот, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные». То есть, возможно, это вопль был Ноя, да, то есть, Ной, когда видел, ой, прошу прощения, Лот, да, когда Лот видел, тяжёлый день, когда Лот видел всё это безобразие, да, все эти извращения в этом городе, он, конечно, внутри не мог как бы согласиться с этим, не мог принять это, и он понимал, что это неправильно, понимал, что это грех. И написано, что он ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Представляете, вот, как бы отдельный разговор ещё по поводу Лота, да, можно отдельно тему, ну, может, если сегодня чуть-чуть успеем, почему он там оказался вообще, и что он там делал среди его, что он там делал, да, и какова была его миссия там, просто смотреть и мучиться в своей душе. Христос говорит по поводу нас, он говорит, вы соль земли, вы свет миру, то есть, если он говорит, вы соль, это значит, в том месте, где вы находите, вы должны засаливать это место, то есть, какая-то сила в вас должна присутствовать, какая-то энергия должна в вас присутствовать, которая влияет на окружающий вас мир, или если вы свет, Христос говорит, вы свет миру, если хоть маленький огонек ты помещаешь во тьму, уже, уже этот маленький свет разгоняет вокруг себя, пускай там, в каком-то диаметре пару метров, но он все равно разгоняет тьму, понимаете, что этот человек делал там много лет, и почему как бы не оказал ни на кого влияния должного, помните, даже зятья, которые брали его дочерей, готовы были брать его дочерей в жены, когда он начал их убеждать уходить, они не поверили ему написано, они подумали, что он шутит, то есть, он жил много лет в этой атмосфере, жил в этой среде, и, знаете, уже, видать, как бы уже настолько как-то он свыкся вообще, перестал какие-то предпринимать действия, перестал предпринимать какие-то попытки изменить это общество, да, написано, что он в душе своей мучился, но, по-видимому, что-то предпринимать, что-то как-то повлиять на ситуацию, он не особо и пытался, смотрите, когда когда он этих ангелов пытается защитить, помните, тоже речь его такая интересная, да, когда эти жители, извращенцы приступили к его дому и говорят, выведи нам тех, кто пришел к тебе, да, гостей твоих, вот, говорит, не делайте всего, братья мои, лучше я выведу, говорит, до дочерей своих вам, делайте с ними, что вам угодно, это тоже как бы не вмещается, да, вот, в мозги, и тем не менее, смотрите, Писание называет его праведником, он на самом деле, я верю, что Бог к нему относился к праведнику, и Бог его называет как праведник, и в Ветхом Завете, и вот в Новом Завете как бы подтверждается, да, что вот это праведный человек, вот, когда с 6 стиха я еще раз прочитаю по 8, если города Содомские, Гоморские, осудив на истребление, Бог превратил в пепел, показал пример будущим нечистивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово-развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные, то есть два раза лота называют праведным, в 7 стихе, в 8 стихе, он, смотрите, написано, утомленный обращением между, обращением не людей, а между людьми, имеется ввиду утомленным как бы общением с этими людьми, да, он был утомлен общением с этими людьми, он томился, да, он мучился ежедневно в праведной душе своей, но не было влияния, помните, Христос говорит, если же соль потеряет силу, зачем сделаешь ее соленую, разве что выбросить его вон на попрание людям, то есть если соль не исполняет своего предназначения, по ней будут топтаться, вот если праведник, Бог действительно его считает праведником, Петр называет его два раза праведником, и говорит, да, он внутри мучился, но не было влияния, то есть, видите, еще есть как бы разновидности праведности, или вернее внешние проявления праведности, если взять, если сравнить, например, праведного Авраама, да, и праведного Лота, да, Авраам и Лот, это как бы два разных праведника, хотя они оба праведные по благодати, то есть и Авраам через веру стал праведным, и Лот, поскольку он уверовал в то же самое, что Авраам, да, и Лот стал праведным по вере, но смотрите, один живет по духу, другой живет по плоти, то есть, вот то, о чем мы с вами часто тоже говорим, да, смотрите, Бог, независимо от того, как мы себя ведем, Бог видит нас праведно, но как наша праведность проявляется, как наша праведность выражается в поведении, в поступках, в речи, в отношениях людей, это две большие разницы, один, допустим, да, имеет, имеет возможность влиять, будучи праведным, он влияет на людей, он приводит людей ко Христу, он приводит людей к покаянию, да, он может, как бы, повлиять на ситуацию, а другой, как бы, ну, праведник, но ему, как бы, стыдно лишний раз, там, сказать о Боге, да, или там, кому-то сделать замечание, или что-то там, кому-то засвидетельствовать, или даже просто иногда признаться, что ты христианин, что ты верующий, да, то есть, да, он остается праведником в глазах Божьих, но его жизнь не такая, какая она может быть, его внешнее, знаете, внешнее выражение его праведности, оно практически не отличается, да, внешнее его поведение, внешняя его жизнь практически не отличается от вот этих, да, он не пьет, не курит, там, да, не блудит, но дело же не в том, что ты не делаешь, да, не только в том, что ты не делаешь, важно то, что ты делаешь, не только важно то, что ты не делаешь плохое, но если ты не делаешь хорошего, да, если ты не несешь вот эту соль, если ты не несешь, не отражаешь вот этот свет, по сути, ты своего предназначения не исполняешь, Да, Бог видит тебя праведным. Поэтому и Павел говорит, смотрите, о христианах, которые все праведные. Если человек уверовал во Христа, он уже праведный. Во Христе Иисусе мы все праведные. Написано, что Христос, не знавший греха, сделался ради нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. То есть мы сделались в нем праведными перед Богом, но почему-то одни праведники живут по духу и они распространяют эту соль, распространяют этот свет Божий, влияют на жизнь других людей, чтобы и те люди обратились к Богу и перестали. Жить во тьме, перестали делать вот эти постыдные дела. А другие живут по плоти все еще и мало отличаются от мирских людей, от грешников, обычных грешников. К сожалению, иногда бывает, что верующие ведут себя даже хуже, чем мирские люди. Ну и там какие-то отдельные случаи можно найти. К сожалению. Но смотрите, опять в глазах Божьих он праведник, потому что он уверовал во Христа, но из-за своей незрелости, из-за своей недуховности, из-за того, что он избрал жизнь по плоти, а не по духу, или он просто еще не знает, что такое. Или незрелость, или незрелость, или неведение заставляет человека жить по плоти. Хотя Бог призывает нас жить по духу. И именно когда мы живем по духу, вот тогда мы соль, вот тогда мы на самом деле свет. Еще что-то хотел в этой теме сказать, но, даст Бог, еще поговорим дальше. Содом и Гамора. Смотрите, то есть видя вот это беззаконие, что там творилось, слыша вот этот вопль. Опять же, то ли это был вопль лота, то ли, возможно, это вопль был ангелов, да, которые тоже каким-то образом видели эту ситуацию и вопияли к Богу, да, о том, что творится беззаконие в этой области. Или сами грехи вопияли, то есть Бог слышит, да, что, ну, знает, что там происходит беззаконие, страшное беззаконие. И поэтому Бог, написано, осудил их на истребление. Все, приговор вынесен. Смотрите, когда он говорит с Авраамом, он там, помните, еще Авраам попытался поторговаться немножко, да, А что, если там найдется, там, 50 праведников, да, потом 45, 30, 20, 10, и все, на этом на 10 остановилось. Оказывается, что и даже 10 не нашлось. И в конце концов Бог выносит приговор, да, что эти города должны быть истреблены и превращает их в пепел. И все это для того, чтобы показать пример будущим нечестивцам. Сегодня, когда люди, знаете, вот некоторые вроде бы что-то услышали там о благодати, да, говорят, ну, как же, в вас же Бог, это Бог-любовь, да. Да, ну, даже если, типа, вот я не верю в него, он же любовь, как же он меня может там осудить, да, если он такой прям любовь, как же он меня осудит, как же он меня накажет. И я, поэтому я могу заниматься чем угодно, да, какие угодно грехи практиковать. Вот, вот это как раз говорит о том, что не проходит такой номер. Да, Бог есть любовь, да, Бог предлагает спасение каждому человеку по благодати, не по заслугам. Вот так ты прими эту благодать. Если ты примешь, на самом деле, по-настоящему, если ты примешь спасение по благодати, и если благодать начнет в тебе работать, она тебя выведет из греха. Она не поведет тебя в грех. Она не будет, не даст тебе лицензию грешить свободно, да. Это, наоборот, помните, мы как-то обращались к посланию Тита, 2 глава, 11 стих, где Павел говорит, что «явилась благодать спасительная для всех человеков, научающая нас, избавившись там от нечестия и от мирских похотей, благочестиво, праведно и свято жить в нынешнем веке». Помните, я, может быть, недословно, но суть такая, что благодать учит нас, не греши. Благодать не учит нас. А, раз Бог меня простил, раз Бог меня любит, раз я спасен по благодати, можно грешить. Раз прощены мне грехи прошлые, настоящие, будущие, буду грешить. Как раз это говорит о том, что ты благодать не принял. Это говорит о том, что ты не понял, что такое благодать. Значит, и не принял ее, соответственно. Если бы ты принял благодать, вот та благодать, которую ты принимаешь, она тебя изнутри побуждает. Это не твое. Не лезет, это не твое. Даже если ты где-то оступился, ошибся, согрешил, ты чувствуешь так мерзко себя. Даже там, да, он билет не купил, думаешь, фу. Как, ну, некомфортно себя чувствуешь, да? Припарковался не в том месте, ну, штраф получил, конечно, да. Все равно некомфортно, то есть, это неправильно. Ты чувствуешь, то есть, вот как раз благодать тебя учит. Это не твое, не лезь сюда, держись подальше от этого. Наоборот, вот твоя дорога, вот сюда двигайся. То есть, оно изнутри происходит, производится. То есть, осуждение Содома и Гаморы, истребление Содома и Гаморы, это, опять же, пример будущим нечистецам. Ребята, с Богом шутить не надо. С Богом шутить не надо. Да, Он любовь, Бог есть любовь. Да, Он спасает по благодати всех верующих Господа Иисуса Христа. Но если ты не покаялся, если ты не осознал своей греховной жизни, своей греховной природы, если ты не уверовал в заместительную жертву Христа, что Христос уже за тебя пострадал, то это тебе пример. Это тебе пример. Если ты слушаешь меня, и ты еще не уверовал во Христа, как своего Спасителя и Господа, если ты все еще делаешь какие-то грехи, причем постоянно, да, ты практикуешь какие-то грехи, то это тебе пример. Пример будущим нечистецам. Что придет момент, когда Бог совершит свой суд над нечистивцами, совершит свой суд за грехи человечества. Поэтому, если ты хочешь спастись, сегодня время благоприятное. Сегодня Господь еще дает благодать. Каждый, кто уверует в Господа Иисуса Христа, кто покается в своих грехах, кто крестится во имя Иисуса Христа для прощения грехов, получит дар вечной жизни. Поэтому у каждого, кто сегодня еще слышит Слово благодати, кто сегодня еще слышит Евангелие Иисуса Христа, у каждого есть шанс ко спасению. Наверное, на сегодня мы остановимся. Встретимся через неделю.